Самообслуживание Что вам угодно? Дафи Дак пришел за своими визитками Как продвигается бизнес? Отлично, сплошная магия и заклинания Двести пятьдесят двадцать пять Это ужасно много Цена 100 мемпфе Мемпфе Я сейчас Чистая ложь Одну секунду Одна Я сказала иду Что стало с этой страной? Никто никуда не спешит Вот почему Канада нас давно сделала У тебя ребенок? Я так и знал Я знал, что ты мне врешь Я думал, что я тебя знаю Я думал, что ты моя девушка Я потерял над собой контроль Я верил тебе К меня довольна Ты это слышишь? Это звук стены, встающий между нами Забудь мой номер Между нами ничего больше нет Не Е Т Нет Этот ребенок не мой А моей сестры Я его нянчу Какая симпатичная Это мальчик А похож на девочку Я не знаю Может мне уволиться Уволиться? Вполне разумно Моя сестра ходила в школу красоты Может мне пойти? Получу лицензию косметолога Что ты думаешь? Что бы ты ни решила Я буду рад Поддержать тебя Как всегда И во всем Поддерживал Я заплачу Знаешь, пожалуй, я возьму десерт Вам цветную или черно-белую? У меня есть на клюве прыщ? О, да Огромный Это первое, что я у тебя заметила Зачем мне прыщ на клюве? Это признак несовершенства А зачем мне несовершенства? О чем ты говоришь? Какое еще несовершенство? Ты само совершенство Что ты уставилась? На мой прыщ, да? Не смотри на меня! Я монстр! Ой, простите Я вас случайно задел Ау! Аааааааау game Все постоянно куда-то спешат Вот почему Канада нас давно сделала Ох, слава Богу, ты дома Напарница на работе заболела И мне нужно выйти на замену Присмотришь? Я не могу, я занят. Чем? Ты же не работаешь. У меня полно всяких дел по дому. Это дом Бакса. Я обещал своей девушке помочь ей. Я твоя девушка. Тогда я присмотрю за ребёнком. Вот оно как всё обернулось для меня. Если с ним что-нибудь случится, пока меня не будет, я убью тебя. Я смогу присмотреть за ребёнком. Я сам был ребёнком. Наверное. Вообще-то я ничего не помню до 13 лет. Ты убила босса! Что? Я знал, что у тебя проблемы, но я не думал, что всё так серьёзно. В смысле, я тебя не виню. Кто из нас не считает убийство отличным способом решить спор? В смысле, я точно считаю. Где дело? Избавимся от него. Даффи, это манекен. Я поступила в школу красоты. Значит, ты никого не убила? Жаль. Прости, что приходится делать уроки на свидании. А, у нас свидание? Ладно, заплатишь до ужин в следующий раз и будем квиты. Стрижка чёлки. Первое, взять ножницы. Ах, слишком коротко. Ты что делаешь? Учусь отрезать чёлку. Это невозможно. Ну-ка, дай сюда. Вот и всё. Как ты это сделал? Не знаю, просто сделал. Сможешь сделать каре и французскую козу. Да? Привет. Не уверен, помнишь ли ты меня? Ты колдун, да? Ты меня помнишь. Тебя забудешь. Твой чек пустышка. Счёт закрыт. Что? Мне придётся серьёзно поговорить со своим финансовым советником. Этого будет достаточно. Достаточно. Так, Тина, я хотела спросить, если ты случайно сегодня вечером не занята, что вряд ли, потому что ты не уродина. Но если по каким-то причинам ты не занята, я не настаиваю, просто интересуюсь. Но ты бы не хотела куда-нибудь сходить со мной. Может. Да, с удовольствием. Ну, как говорится, попытка не пытка. Я сказала, что с удовольствием пойду. Правда? Да, почему бы нет? Здорово, я заеду в восемь. Не трать деньги, тебя арестуют. Будет готово в следующий вторник. Но распродажа на этой неделе. Я сказала, в следующий вторник. Что ты здесь делаешь? Просто вышли прогуляться. Он обычно немного возбудён в это время дня. Это называется ведьмин час. Ты этого не знаешь. Его любимая сёшка. Ух ты, нет слов. Ай-яй-яй. Ты что делаешь? Моя смена закончилась. Уже? Ты не можешь остаться на сверхурочную? На вторую смену? В ночную? Ты пойми, для того, чтобы чего-нибудь добиться, нужно из кожи вон лезть. Мы идём в парк. Ты забыла его, Сюнявтик! Ты куда? Возьми домашнее задание. Я на работу. Перед тобой новый младший помощник менеджера из копировальных услуг. Брайана уволили за кражу чернил. А как же школа красоты? Как же мечта? Это не моя мечта. И у меня нет способностей. Остался всего один тест, и ты получишь лицензию косметолога. Мне не нужна эта лицензия косметолога. Отличный перманент. Эй, уж если кому и быть парикмахером, так тебе. О, привет, Тина. Привет, я Задаффи. У нас свидание. О, это Тим Мэл? А? О, да, моя любимая фирма, Тим Мэл. Ты так и сказала, Тим Мэл? Что ты делаешь? Вешаю полку. О, звук какой-то не тот. Нет, тот. Я уверен, что попал в стойку. Это не стойка. Это кабельный канал или водопровод. Спасибо за помощь, но я и сам знаю, что делаю. Я всё-таки Нобелевский лауреат. Ну, видишь? Куда делаешь вода? Значит, водопровод. Что ты здесь делаешь? Свидание не забыл? Ты поэтому был в душе? Что? Нет, у меня вся спина в масле. Когда снова появится вода? Сначала нужно снять гипсокартон и надеть на трубу муфту. Затем вернуть на место гипсокартон, зашпаклевать и покрасить. Я бы сделала, но на это уйдёт пара дней. Пара дней? Я так долго без душа не смогу. С каких это пор ты стал мыться? Дело принципа. Если я плачу арендную плату, я хочу, чтобы всё работало. Ты не плачешь. И не буду, пока не будет воды. Где мне теперь жить? Во всягу меня не пустят. Это долгая история. Ты мог бы пожить у меня. Не мог бы, пока не будет кольца на пальце. Похоже, тебе оно нужней. Эй, в глаза мне смотри. Прикинь, тканевые салфетки. Здорово, да? Ты красивая, красивая женщина. Ты воплощение грации, стиля и женственности. Ты мой лучший друг. Я лучший друг? С каких пор? О, подожди. Когда я с тобой, каждый день – День Святого Валентина. Кроме Дня Святого Валентина, который теперь мы будем называть Супер Днём Валентина. Ты что-то читаешь? Нет, мне нужно… Что, женщины хотят услышать? Кто хочет услышать такую чушь? Лола. Лола. Не хочешь ли ты разделить закуску? О, да, конечно. Как хочешь, Дафи. Я Бакс. Я Бакс. И что тебе за эта медаль? Ты взрослый. Тебе совсем не нужен текст. Давай лучше узнаем друг друга. Расскажи мне о себе. Ладно. А, ну, а что ты хочешь узнать? Я богат. Очень богат. Но творю добро. Я помогаю нищим, сироткам, китам. Ну, знаешь… Ну, если ты не хочешь о себе рассказывать, я расскажу сама. Ты ненадёжный, маленький сумасброд, который врёт и, наверное, каждую ночь засыпает в слезах. Ух ты, молодец. Полагаю, свидание за Контина. Эй, вернись, расслабься. Это ещё не всё. Но ты обо мне наговорила столько ужасных вещей. Ты похож на заброшенное здание, которое подлежит сносу. Знаешь, разбитые окна, повсюду бегают крысы, ужасная прогнившая канализация. Но, возможно, если кто-то, знающий в этом толк, за него возьмётся и вычистит, может, ему удастся превратить это отвратительное здание в нечто не столь уж отвратительное. Ты тот знающий толк? К счастью для тебя. Мне нравится проект. А я это отвратительное здание? Да. Мне ещё никто никогда таких приятных вещей не говорил. Ему так не нравится. Ты не так держишь бутылочку. Это вообще не та шошка. Мы перешли на соевую формулу. Лучше я сам. Да что с тобой такое? Я скажу тебе, что со мной. Ты возомнила себя важной птицей, потому что работаешь, а я работаю не меньше тебя, только не получаю зарплаты. Ты никогда её не получал. Уход за ним отнимает столько времени, что я даже не помню, когда последний раз мынулся. Ты никогда не моешься? А всё потому, что я берегу землю. Уход за ребёнком – это трудная работа. И вдвойне труднее заниматься ей одному. Я так устал. Ты делал это один день. Ты даже не знаешь его имя. Его зовут не Малыш? А где Малыш? Захарий! Захарий? Имя Малыш лучше, чем Захарий. Тут просторно, надо признать. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Субтитры делал DimaTorzok Ему так не нравиться. Прекрасно. Тина, ты превзошла себя. Спасибо. Было не просто. Волосы как солома, которую ослу не скормишь. Но, как я всегда говорю, наращивание, сглазивание и милирование скроют любой недостаток. Ну что ж, ты по праву получаешь лицензию косметолога. Поздравляю тебя! О, привет, дорогая цель! Да, привет! Кина? В смысле, это моя сестра, Грина. Что ты здесь делаешь? Пришла вернуть манекен. А ты что здесь делаешь? А что происходит? Я не Тина Руссо. Тогда кто ты? Кто я? До недавнего времени я не знала ответ. Но теперь знаю. Всю свою ужасную жизнь я была вынуждена жить среди ужасных людей, которые ничего не могли с этим сделать. Но теперь, благодаря этому, я в силах убрать ужас со всех голов с одной за другой. Вы спрашиваете, кто же я? Я скажу. Я Дэффи Дак. И я парисмахер. Что, не нравится суп из лобстеров? Сейчас тебе подадут. Для не столь утончённой натуры. Ну, а где Порки? С чем я могу вам служить? Порки, что ты делаешь в таком виде? Не разговаривай со слугой. Надеюсь, там у тебя хлеб с маслом? Да, сэр. Леди, не нравится её суп. Принеси ей что-то другое. Суп здесь ни при чём. Масло твёрдое. А что? Я сказал, что масло твёрдое. А всё потому, что кто-то не дал ему как следует прогреться перед ужином. Прости, я просто был занят. Крем-брюле... Но извиняться у тебя есть время. Больно. Конечно, больно. Ведь оно твёрдое. Да, Фи. Тебя это не касает, Атина. Это касается меня и слуги. Он не твой слуга. Порки, ты не его слуга. Я знаю, просто мне не нравится быть одному... Это булочки из магазина? Ой! Ещё бы не ой. Они же каменные. Ой! Порки, что ты делаешь? Позволяешь ему с собой помыкать? Это твой дом. Будь мужчиной. Ты права. Что? Мне давно надоело это терпеть. Вот. Так лучше. Что ж, если в этой халупе не будет слуги, я лучше вернусь в старую халупу. Порки, а отжимал ты их всё-таки? Не руками. Ты похожа на свинью. Добрый вечер. Меня зовут Кэтронг. Я ваш официант. Лола, ты здесь работаешь? Да, работаю с самого рождения. Что вам принести? А кто-то уже принял наш заказ. Ух ты! Ух, классная песня. Потанцуем? Потанцуем. Кина, это Даффи. Давай встретимся в Сансет Рум. Через час. Приукрасься, я уже. Я ищу своего бойфренда. Он маленькая чёрная утка. Ах, утка! Хо-хо-хо-хо-хо. Я не был уверен, что это было. Мы поместили его в самом конце. Довольно необычно для ланча. По какому поводу? Я тот повод. Что с тобой случилось? Мой клюв был в работе. Смотри, где прыщ? Ты изуродовал своё лицо ради того, чтобы избавиться от прыща? Ты выглядишь ужасно. Если я выгляжу ужасно, то почему на меня все смотрят? Потому что ты ужасен, Даффи. Мне нравился старый клюв. У моего старого клюва был недостаток. А в том, что касается моей внешности, никаким недостатком не место. Как будто собака съела твоё лицо. Мне нравился прыщ. Мне нравились недостатки. Ну, не все, конечно. Твои недостатки делали тебя тобой. А ты мне нравишься. А-а-а. Я понял. Ты завидуешь, потому что у меня совершенный маленький клюв, а у тебя гигантский кошмар. А-а-а-а-а-а-а, звони доктору Вайсбергу. Спасибо, что присмотрели. Хочу создать с тобой семью Что? Я наконец-то понял, для чего я был послан на эту землю Чтобы быть матерью Или чтобы открыть магазин замороженного йогурта Да, именно для этого я был послан на эту землю Я прославлюсь своими украшениями Нет, никаких украшений Только йогурт Лучший йогурт Вот чем я прославлюсь С кучей вкусов Держи, твои новые визитные карточки Да, Федак лицензированный косметолог Прикольно встречаться с лицензированным косметологом Что же мне прикольно встречаться с младшим помощником менеджера копировальных услуг Хотя на слух звучит не так круто, как лицензированный косметолог, точно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова